Приветствую вас! Я в своём ответе буду опираться исключительно только на то, что вы пишете в своём тексте, потому что ничего другого у меня нет. И исходя из того, что вы пишете в своём тексте, я могу сделать вывод, что ответ на ваш вопрос, он содержится в вашем вопросе, на самом деле. Вот. Вы сами пишите о том, что человек в вашей семье это тот, кто... интересуется, может, в первую очередь своими делами. И, соответственно, не совсем понятно, чего вы ждёте от людей в своей семье. То есть вы хотите, чтобы они вот внезапно вдруг стали другими и начали интересоваться вашими делами, несмотря на то, что они этого никогда не делали. Мне кажется, что это как минимум несколько наивно думать, что люди, которые интересуются собой, да, своими делами, внезапно будут интересоваться вами. То есть такое ощущение, что ценностный ориентир своей семьи вы принимать отказываетесь. Вот. Ну, ввиду, ввиду своей, конечно же, мотивации, ввиду своей заинтересованности, либо не заинтересованности в этом, вы отказываетесь принимать ценность за своей семьи и, собственно, членов своей семьи. Такими, какие они есть, а именно с их ценностями. Вот. Это один момент. Другой момент, который я хотел бы донести до вас, заключается в том, что вы, по сути своей, получается, постоянно жертвовали. Постоянно жертвовали радио своей семьи, вот. Постоянно действовали для своей семьи, значит, для своей семьи в ущерб, в ущерб себе. Вот. И у вас накапливается, таким образом, у вас накапливается, в известной степени, ну, своего рода обида. Да? То есть, вы думаете, ну, как же так? Вот. Я делал вас для своих, эээ, родных, вот, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. А в ответ, получается, ничего. Вот. Вот. Это, конечно, неприятно. Но, здесь вы находитесь в созависимых отношениях со своими родными, вот. Здесь вы находитесь со своими родными в отношениях, которые делают вас, именно вас, ниже, которые делают именно вас более зависимым, более таким. Ну, условно говоря, неравным, вот. И причина, причиной тому является то, что вы пытаетесь реализовать какую-то или какие-то свои потребности через, ну, вот, совершение доступков в отношении них, в отношении людей. А, ну, в отношении, вот, своих родных. И, на мой взгляд, именно с этим вам крайне желательно разобраться. А, какие потребности вы пытаетесь реализовать? Вот. Очень желательно вам помочь в этом разобраться со своими потребностями. Вот. Вот. Потому что, только разобрался, разобрался с вашими потребностями. можно начать двигаться дальше. Вот. То есть, только удовлетворив то, что вы хотите, то, что вам нужно в глубине души. Например, удовлетворив потребности в собственной значимости. Или, например, перестав стремиться что-то доказать своим родным. Вы станете более свободным. А пока что вы зависите в полной, ээээ, в достаточной степени вы зависите от, эээ, того, как отреагируют ваши близкие на те или иные действия. Ваши. Дальше. Эээ, получается, из глаз, из головы, из сердца, вон. Да. Получается так. Получается так. А вы пишете, вы спрашиваете, эээ, что мне делать? Я могу, эээ, задать вам, ээ, встречный вопрос, на самом деле, эээ, который будет, эээ, звучать, эээ, примерно так. Что мне делать, эээ, чтобы что, чтобы что? Вот, то, что вы, эээ, перечисляете, то, что вы перечисляете, в том числе, вот, в том числе, то, что вы перечисляете, вот, чтобы что делать? То есть, это для чего? То, что вы хотите делать, это для чего вам? Эээ, понимаете? Какая штука. Вот мне кажется, что, это очень важный момент, и очень важно, эээ, вам, себе самому, на этот вопрос ответить. Какая, эээ, цель, да? Именно цель. У того, что вы хотите. Если вы хотите, например, эээ, ну, допустим, допустим. Если вы хотите, к примеру, доказать что-то, эээ, своей семье, то, это одно. Но, если вы хотите разобраться, ээээ, в себе, это другое. Но необходимо, с этим разобраться, с тем, чего же вы все-таки хотите, и что же вам все-таки нужно, ну, нужно. Понимаете? И вот, когда, если вы с этим разберетесь, ээээ, ситуация будет для вас гораздо более лучшей, гораздо более, понятней, гораздо более, ээээ, яснее и вы увидите из нее выход, эээээ, самым. А пока всё, как вы видите, вы просто находитесь в такой вот зависимости своего рода от своих родных, вот, при том, что самим родным вы вроде как нужны не особо сильно. Я так, я так, ну, понимаю, вот, это, конечно, очень неприятная история, но, тем не менее, да, лучше будет, наверное, честно себе в этом признаться. Вот, поэтому ответом на ваш вопрос может быть именно такая штука, именно такой может быть дан вам ответ. То есть, чтобы вы вот именно определились со своими потребностями. И, соответственно, уже, соответственно, уже, тогда, после этого, можно будет что-то вам рекомендовать, да. Уже можно будет после этого вырабатывать, допустим, направление для психотерапии, например. С другой стороны, очень часто бывает такая история, что люди, когда, знаете, вот, один из них уезжает в другую страну, например, очень часто бывает так, что эти люди считают, что тот, кто уехал, да, вот, именно, вот, именно тот, кто уехал, он забыл про них, забыл просто. Или забыл, или забыл, или забудет. И довольно сложно в таком случае, да, объяснить человеку и людям, что это не так, и что вы их не забудете. Вот. Вот. Поэтому, поэтому, рекомендация будет следующая, следующая. Разберитесь со своими желаниями и со своими чувствами, разберитесь со своими переживаниями сперва. Вот. Сформируйте для себя цели, которых вы хотите достичь через то или иное поведение по отношению к своим родным. И дальше уже можно будет о чем-то говорить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Πоехали. Продолжение следует...